приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео хотим поделиться очень важными секретами которые остались нам от наших предков это очень важная информация которую мы всем рекомендуем просмотреть от начала до конца и стараться не только самим использовать в жизни и также постараться как можно большим людям распространить рассказать об этой информации и так давайте начнем с того что все брошенные вещи которые у вас валяются в квартире в доме даже если вы думаете что вы их оставили на время а завтра послезавтра возьмете или возможно вы предполагаете что например у вас есть грязные вещи которых вы бросаете например какой-то угол можно встретить вот именно вот такой момент у некоторых людей знаете ни коем случае нельзя это делать потому что на любые брошенные вещи садится негатив поэтому всегда ваши все вещи нужно вешать или складывать не просто так были издавна придуманы корзины для грязного белья или пакеты для грязного белья потому что так и такие понятия как брошенные вещи как грязные вещи те вещи которые вы ближайшее время не планируете одевать они притягивают к себе определенный негатив и после этого вы эти вещи одеваете тем самым вы одеваете не просто вещь как вы думаете новые одеваете вот ту вот энергетику которую вы скорее всего не знаете поэтому старайтесь никогда так не делать далее хотим уделить внимание нашим волосам и стриженым ногтям очень часто нас спрашивает а что же делать с волосами и со стриженными ногтями во первых волосы и ногти никогда нельзя бросать их нужно закапывать в землю и стараться чтобы делать так чтобы чужой человек в вашем доме не расчесывался потому что оставленные чужие волосы как правило тянут энергию к своему хозяину если вы обратите внимание на своих бабушек или прабабушек то они всегда расчесывают волосы собирают их с расчески и после этого прячут в карман и многие из нас не задам не задумывались а что же происходит дальше а дальше прих происходит то что наши прабабушки бабушки были мудры и те кто сейчас живы обязательно им спросить вы знаете не всегда их только закапывает поэтому научитесь так делать чтобы никто с помощью ваших волос чтобы с помощью ногтей которые вы отрезали не нанесли вам вред потому что очень часто мы по неосторожности по невнимательности оставляем наши волосы и происходят определенные события далее давайте поговорим о кольцах особенно об обручальном кольце никогда обручальное кольцо ни в коем случае не теряйте и никому не давать особенно это очень часто бывает женских больших коллективах где кто-то например девушка например не буквально недавно вышла замуж и приходят с обручальным кольцом и и или даже с помолочным кольцом да и вся а я можно мне померить а я можно посмотреть и так далее не нужно вообще во первых хвастаться что у вас такое событие и не старайтесь никому не давать не надевать что поменьше смотри смотрели обращаю ваше внимание что если вы потеряли к кольцо то как правило это к разводу а если вы даете кому-либо мерить то к сожалению ваш муж будет изменять конечно это не сто процентов но ваш муж вашего мужа будут рылиться в пушку обращаем также ваше внимание что при бесплодии носите всегда льняную рубашку она помогает от всего также обращаю ваше внимание что если вы вырастите в своей спальне к фикус и будете за ним очень хорошо ухаживать как за ребенком то и далее под рождество поставите свечку которая бы горела до утра и если вы попросите деву марию подарить вам ребенка то это чудо произойдет поэтому пожалуйста попытайтесь это к следующему рождеству если у вашего детей внука вот беспокоит эта ситуация а к сожалению так сейчас сейчас сложилось что многие не могут иметь и по разным причинам хотя хотят поэтому пожалуйста постарайтесь это сделать во первых вырастить в спальне фикус но ухаживайте за ним как за ребенком и когда ребенок появится пусть также будут но вы также ему уделяйте внимание это очень важно также обращаем ваше внимание если вы ходите в церковь то всегда следует церковь ходить без заколок для чего дело в том что заколки они ограничивают чтобы ваше ваше тело поступало духовная энергия поэтому никаких заколок и если вы любите заколки носить до брошку то короткий волос еще какая-то момент то перед тем как у подойти к храму к церкви снимите все свои заколки и пусть в этот момент поступает вот эта божественная энергия к вам а потом заново оденете и пойдете дальше обращаем также внимание что когда вы идете в церковь то до вхождения просите прощения у всевышних сил у бога а переступив осмотритесь далее купите 40 свечей и поставьте за все кого вы вспомнили последнюю поставьте матери богородицы оставшиеся свечи принесите домой и одно из них поставьте на окно чтобы именно эта свеча догорела до конца другую свечу зажгите и выйдите за порог из левого угла пройдитесь по двери снизу вверх затем зайдите в комнату и сделайте то же самое свечку потушить свечку извините тушить только пальцами или крестом очищать так двери нужно еженедельно особенно в том случае если к вам очень часто приходят люди помните о том что очень часто бывает такая ситуация что к вам приходят годами месяцами люди ваших как вы думаете подруги знакомы и так далее а потом один момент узнаете что человек пол жизни вам завидовал и в какой-то степени ставил палки-палки колеса кстати после такой практики если вы будете проводить то многие из тех людей которые желали вам зла или желают вам зла они со временем перестанут к вам приходить потому что защита будут настолько сильная что им будет вот то есть они будут готовы прийти то есть вам будут даже звонить можно я маня к тебе приду попьем чайчик а потому что нужно посплетничать обсудить те или иные вопросы ли у меня там какая-то проблема и так далее благодаря этой практике не смогут приходить первый раз возможно придут но они недолго у вас просидят про будут потому что их просто будет печь обращаем на это ваше особое внимание также обращаем внимание что ваши быстрые и резкие движения могут выводить вас из душевного равновесия также приводить к вас беспорядку и вы можете даже проявить это даже на своем лице поэтому очень важно этот порядок не нарушать проект потому что на эфирном уровне частицы соединены и очень они знаете вот так очень нежненькой и этот порядок вы сами можете нарушать поэтому не старайтесь делать какие-то быстрые резкие движения это просто нет вам это не нужно обращаем тоже внимание что спать старайте старайтесь ложиться хотя бы за одну минуту до полу ночи иначе считается что вы ложитесь вместе с дьяволом кроме того очень важно чтобы вы старались вообще ложится до 11 ночи потому что ваше тело обязательно должно отдохнуть напитаться энергией для того чтобы дальше двигаться в этой жизни потому что вы знаете что наше тело без сна к сожалению ему никак им нужно каждую ночь и кто-то даже днем если много работает или по каким-то другим причинам вы обращали внимание что вы поспали даже минут 20 кто-то 40 минут и вы уже чувствуете себя бодрее знаете наше тело нужно любить и уважать также обращаю ваше внимание что вставать с постели нужно лицом комнате и старайтесь всегда наступать только на правую ногу и тогда ваш день обязательно пройдет спокойно и удачно друзья вот этот такие вот важные хотели дать вам советы рекомендации которые остались нам от наших бабушек и прабабушек мы надеемся в их использовать будете себе во благо в жизни потому что эта информация передавалась поколение в поколение и она очень важно друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогает жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите это много полезной важной нужной и интересной для вас информации